доброго ранку мы из украины так продолжает аркастан у нас бомбить этими ракетами калибрами перебили сразу скажу там перебили там провод по питанию но все исправимо мы исправим по воде насущные вопросы да разобрались мы ситуация где чего как либо так либо иначе я думаю починим ну если что все равно едет вода едут скважины бурится то есть вода будет так или иначе короче ее будет либо половина от наших нужд либо мы восстановим будет как и раньше но в любом случае мы будем с водой мы не мариуполь у нас куча тыла куча каналов и тому подобного то есть очистительные едут установки опреснителей все другие областя очень много откликнулась водовозки едут короче с водой разберемся пару-тройку дней надо потерпеть для того чтобы выйти в нормальный режим так что происходит вот недавно говорил о том что на российской территории провокации мобилизация да так и происходит угадал но еще не все то есть кроме этого оказывается как смотрите тоже по умничаю скоро выходной путин вывел войска да то есть не на ему не надо чтобы они там рассказывали по всей россии что здесь они мудаки редкие чем они тут занимаются его бы он хоть хочет их обратно сюда же запахать но они уставшие они не хотят очень возмущены мобилизация подготовить надо месяцок-другой войска чтобы тут прийти что-то сделать а едет оружие от наших партнеров диссонанс и время ему надо она на руку нам играет еще не все начали тянуть сюда те кто соглашается ехать а едут сюда не воевать оказывается бравые русские солдаты а едут они сюда мародерить они насмотрелись наслушались что здесь так можно и самый самый падаль соглашается сюда ехать именно для того чтобы насиловать и мародерить мало того они не доезжают они у себя мародерят там даже у себя на базах это просто прелесть какая-то пока короче там вчера в новой каховке приличная перестрелка была между родло и российские военные или разборки точно не знаю даже не знаю за кого болеть в этой ситуации вроде родло когда наши там были когда-то вот такая вот эта ситуация кроме этого массовая массовые аресты массовая чисто по военным по крыму по крыму по короче ищут виноватых в чем проблема и основной вопрос заключается мы там поменяли цели спецоперация мы хотели донбасс очистить тому подобное готовят войска заходить а вот теперь вопрос а если зайдут и получит мзды что дальше рассказывать какие цели операции что вообще собраться до кучи времени нет оружие у нас появляется сейчас пойти опасненько можно получить отхватить и что дальше делать кстати исходя из как развиваются события от него прям интересно то есть угадаю еще раз вот скоро думаю черно роты скобеева скоро похоже и их тоже примут и посадят тюрьму и объявят виноваты сейчас я думаю сейчас будет територика чуть-чуть меняться и в официальных сми русских всем добра в основном до перемоги